Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить очень вкусную тушеную картошечку с овощами и грибочками на кокосовом молочке. Для этого нам понадобится, собственно, картошка, шампиньоны, морковочка, брокколи, перчик болгарский. Буду это все жарить на кокосовом полезном маслице, заправлять кокосовым молочком для такой сливочной текстуры вкусной. Нам понадобится также укропчик и набор специй. Это куркума, черный молотый перец, гарамма сала, имбирька немножко молотого добавим и асафетида. И еще вот такую смесь я купила, смесь сушеных овощей с кореньями для такого вкусного вкусного добавим. Должно получиться ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как вкусно! Ну, приступим. Для начала мы порежем картошечку кубиками. Будем все готовить вот в этой кастрюльке. Значит, добавим масло, обжарим специи и будем добавлять овощи. Итак, приступим. С кокосовым маслом добавляем кокосовую ручку. Взбираем овощи, ну, сколько? Или обжарки? Нет, столько, наверное. Так, включаем. Специи лучше обжаривать заранее, чтобы они раскрылись и раскрыли свой аромат самым лучшим образом. Сейчас масло расплавится. Вот оно начинает уже. Использую, почему кокосовое масло? Оно очень хорошо подходит для жарки и не выделяет вредных канцерогенов при нагревании. В отличие от знаменитого вот этого посолнечного рафинированного масла очищенного, оно, к сожалению, готовится довольно-таки сомнительным способом. Вот, и мы от него давно уже отказались. Я жарю либо на кокосовом, либо на маске, либо на оливковом. Ну, вот масло у нас распапливается. Я добавляю асафетиды немножко вместо лука и чеснока. Такая специя. Смола дерева асафетиды называется. Так, добавляем гарам масалу. Значит, здесь в составе кориандр, кумин, перец, щели, гвоздика, бадьян, соль гималайская и палочки корицы. Такой необычный состав. Очень вкусно и интересно раскроется. Карам масала подходит для супов, как раз для овощных блюд, для вот таких вот тушеночек. Так, вот добавляем. Ну, где-то ложечку, половину чайной ложечки. Так, черный перец. Вот уже запах пошел. И куркуму. Куркума. Куркума у меня органическая. Настоящая. Заказывала на херп. Без всяких там примесей, то можно найти куркуму, которая смешана с мукой там или еще какого-то. А вот это настоящая куркума. Ну, можно и другую заказать. Так, вот-вот-вот специи у нас уже обжариваются в масле. Где-то минут, секунд 30 мы их обжариваем. Такой аромат пошел. Потрясающий. Специи раскрылись. И мы добавляем порезанную кубиками картошку. Обжарим. И потом зальем это все дело кипятком. Вот так немножко. Када там тушь. Я взялась за морковку. Также режем кубиками. И добавляем картошки. Порезали морковочку. Также с небольшими кубиками отправляем ее вслед за картошкой. Это овощи, которые дольше всего варятся, поэтому вперед их. Шампиньончики пошли. Следом за картошечкой, морковочкой. Чирик-чирик. Чик-чик-чик-чик. Вот так вот мы их нарежали. Туда мы их запустили. Это перемешали. И все это дружится между собой. Тушится перчик. Так, вот красивенько порезали мы нашу брокколи и болгарский перчик. И отправляем след за остальными овощами. Так, сейчас мы посолим. Все, это где-то минут 15 потушится. И в конце добавим укропчик. Ну, в общем, овощи наши практически готовы. Я туда еще добавила вот такую смесь с коренями. Где-то минут за 10 до конца, чтобы они не разварились. А теперь я добавлю, собственно, кокосовое молочко. Заливаем его вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Оп! И добавляем укропчик божественный цвет и аромат. Пусть это еще немножко потушится, буквально несколько минут, и блюдо готово. Тушеная картошечка с овощами. Ах, 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 ах! Продолжение следует...